У нас в гостях заслуженная артистка России Мария Миронова! Паша, добро пожаловать! Ты впервые, впервые, наконец-то, ты впервые у нас. Мы очень рады тебя видеть. Спасибо, что ты пришла. Я знаю, что тебе есть, что нам рассказать. Единственное, я прошу тебя начать с рассказа про твоего сына. Потому что Александр Олейников мне только что сообщил, что у вас дети дружат. Долго общались. Долго дружили. Это было головной болью. Серьезно? Это, да, было небольшой головной болью, скажем так, но она закончилась. Ну, сын, слава богу, он выпустил премьеру недавно совсем в Вахтанговском театре «Кот в сапогах». «Кот в сапогах»? Да. Давайте же мы порадуемся. Это Вахтангова? Да. То есть... Он играет в кота. То есть, это главная роль? Главная роль, да. Главная роль. Кто там еще есть? Маркиз де... И причем я была совершенно... Я сказала, Андрюшу, как тебе повезло. Потому что такое количество цветов от маленьких детей. То есть выстраивается такая очередь длинная. Ну, наверное, как, может быть, к Жене Миронову или в лучшие моменты. Ну, почему тогда? К Олегу Глебеновичу Мельщикову. Выстраивается длинная-длинная очередь. Потому что там в фойе продаются розочки. И как бы все дети подходят и просят на родителей купить цветочки. И они выстраиваются и... Это очень трогательно. И он приходил с такими обхавками. Ты понимаешь, что дети думают, что они дарят цветы коту? Они в полной уверенности, конечно. Скажи мне, как ты оцениваешь... Вообще, ты вмешиваешься в творческий процесс? Ты как критик, ты что-то говоришь своему сыну? Ну, я, как сказать, строго достаточно. Строго? Да. Ну, тебе понравилось? Ты можешь сейчас сказать... Да, мне понравилось. Ему будет приятно. Я вообще очень признательна в педагогу. Потому что это сделал спектакль Владимир Владимирович Иванов. И сделал спектакль со студентами. То есть они еще, в общем, не... Он еще не выключил. Да, да. Он еще не закончил. О, повезло ему. И это большая сцена. Огромный зал. В Ахтанговский театр. А мы-то все радуемся, что династия-то. Династия-то. Посмотрите, от Андрея Миронова идет. И вот уже... Нет, но он не Миронов. Он не Миронов. Ну, хорошо. И что он не Миронов? Ну, и что? У меня... У него своя. Если бы у меня была дедушка на фамилии, перед тобой бы сидел Мелиндер. Понимаешь? А я бы сидела сейчас перед тобой. Минакер. А ты бы сидела Минакер. Да. И что бы... И на каком бы канале это все показывали. И какой бы логотипчик был. Да. И какой был бы логотип. А, барух Розенфельд. Это я. Это настоящее имя с Александра Оленикова. Минора ТВ назывался в этот канал. Маш, еще одна новость, которая меня совершенно потрясла. Ты играешь в фильме, который выходит совсем скоро. Фильм называется «Три мушкетера». Это впервые за долгие годы большое полотно кинематографическое, не сериал, в котором мы рассказываем историю, которую мы знаем благодаря другой актерской династии. Я имею в виду боярских, табаковых и прочих. Расскажи про этот фильм чуть-чуть. И про свою роль ты играешь королеву Анну Австрийскую. Я не могу ничего рассказать, потому что я могу сказать, что у нас только был радостный процесс. Съемочный, творческий. И то, что Сережа Жигунов, конечно, безумно этим всем болел. Он режиссер. Это не исполнитель Оли Д'Артаньяна, не пугайтесь. Это его первый фильм. И, конечно, все это было сделано по-честному. Ну, это безумно красивые какие-то костюмы. Но это костюмы, это же... Это скачки, это кони. Скажи, ты владеешь конями, я имею в виду конями. Нет, конями я не владею. Нет, ну конными видами передвижения. Нет, мне не надо было. А ты там был? Там не надо было? Нет, нет, нет. Я только выходила. А на астритике, давайте напомним всем. Это женщина, из-за которой все, собственно, там заварилось. Это из-за подвесок, герцог, бэкингинг. Да, но единственное, что у нас, конечно, отличается очень сильно версия от того, что... От замечательного фильма старого, тем, что линия вообще Бэкингема и Анны Австрийской вообще получилась совершенно драматической. Кто играет? Кто счастливец? Константин Лавронинг. Он играет Бэкингем. Да, а Филипп Янковский играет. А Филипп Янковский играет. Мария, чтоб ты понимала, когда с ним общаешься, он не читал «Трех мушкетеров». Ты можешь говорить все, что угодно. А я читала «Трех мушкетеров» перед фильмом. Спасибо огромное, Саша. Обрати внимание, какой гробовой тишутой была встречена. Твоя... Это просто информация. Твое предательство. Я действительно не читал. Я не стесняюсь. Но я не читал «Трех мушкетеров» именно потому, что я смотрел фильм, и после этого мне было совершенно неинтересно. Для меня фильм, я не могу читать книги про Боярдского, понимаешь? Я уже их смотрю. Вот скажи мне, ты читала «Трех мушкетеров»? Ну, да, да. Да, естественно, я перед фильмом еще раз перечитала. Нет, ну это так приближено, в общем. Как Филипп Янковский, как тебе, как король? Филипп Янковский замечательно, потому что я его знаю очень много лет. И фактически наша дружба с ним с детства, наверное, она, в общем, как и у Анны Австрийской с Людовиком. Потому что их поженили, когда им было 16 лет, по-моему. 16 лет. Да, но нас не поженили, в общем. Но друзьями у нас. Есть фотография. У меня, между прочим, есть фотография. Слушайте, посмотрите, какая роскошная. Это снимали дома у Сергея Жигунова, эту сцену. Нет, это было, кстати, в Петергофе, по-моему. Это что-то петербуржское, да. То есть все по-честному. Маш, а позволишь мне тогда задать тебе несколько вопросов, связанных с тем, чем ты занимаешься помимо игры в кино, в сериалах, в театре и прочем. Я имею в виду фонд-актер, который ты вместе с Евгением Мироновым. Фонд-артист называется. Артист. Фонд-артист, который ты придумала. И в этом году этот фонд отмечают 5 лет. И этот фонд занимает тем, что он помогает артистам, артистам, пожилым в основном, да, это правильно? Да, старшего поколения у нас картотекала достаточно большая, больше двух тысяч людей. И мы помогаем нашим ветеранам, то есть тем людям, которые там за 70 лет... Каким образом вы это делаете? Вы собираете средства как-то, да? Да, мы, конечно, собираем средства для того, чтобы просто элементарно купить какие-то лекарства, помочь с реабилитациями, с операциями, с санаториями. И в связи с этим могу рассказать одну историю. Я настаиваю, что ты рассказала. Саше будет интересно, потому что идет о санатории и лекарствах. Мне интересно, потому что я надеюсь, эта история будет не об этом. Нет, мне хочется на самом деле сегодня говорить о каких-то радостных вещах. Это радостные вещи. Потому что грустных вещей много с этим связано реально, да? И вообще она по большому счету, конечно, не очень радостная тема. Но есть какие-то радостные моменты в этом тоже. Прекрасно. Как и во всем в нашей жизни. И как-то раз, где-то было, наверное, года два назад, в Москву приехал такой всем известный артист Джуд Лоу. Джуд Лоу. Он приехал, и ему предложили, значит, провести аукцион. И предложили на выбор четыре фонда. И в том числе наш фонд-артист. И он выбрал нас. Что меня, конечно, очень обрадовало. Я приехала... На встречу? Это не встреча была. Это был такой закрытый ужин. Где, собственно говоря, он вместе с Ангиборгой Деккунайта вел эту аукцион. И он в финале должен был лот, свой сценарий с пометками своими, значит, продать. И перед тем, как он как бы это продать, нас посадили за столик, и мы начали с ним общаться. Он сказал, вы знаете, Мария, я очень хочу, мне стало интересно вот фонд-артист. Скажите, пожалуйста, а чем вы занимаетесь? Я говорю, вы знаете, вот, ну, опять-таки рассказываю, что я каждый раз рассказываю, что у нас большая картотека. Это выдающиеся люди, которые прослужили по 40 лет в искусстве. Они пенсионеры, многие ветераны. Им нужна помощь, у них нет родственников. Он говорил, нет, он начал говорить, ну и, ну и, ну и. Я говорю, вы знаете, ну вот, и мы как бы, а что, вы для чего деньги собираете, он меня спрашивает. Я говорю, ну как, мы собираем деньги, потому что им нужны лекарства. Тут у него была такая немножко остановка, лекарства. Я говорю, да, лекарства. Как бы санаторий, ребят. И вот я все рассказываю, да. И он как бы долго въезжал, он говорит, а как так вот. И это известные, там есть известные артисты, которые снимались. Я говорю, да, есть артисты, которые снимались. И есть не артисты, есть театральные критики. Там много людей у нас, да, не только. А есть актеры, которые на сцене были ведущими актерами. Ну, к примеру, они такие известные. И он не мог понять. Он говорит, им нужны деньги, им нужны лекарства, им нужно тот. Он говорит, хорошо, сейчас. Я все понял. Я вот, значит, вышел на сцену, продал лот этот. Дальше он начал снимать с себя бабочку, пиджак. Говорит, еще больше. То есть он повысил стоимость этого лота. Просто до какой-то огромной совершенно суммы. Но увидели все головы Джуды Лоу? Нет, головы не дошло. Голова из щедрого Джуда. Нет, деньги закончили на галки. До этого не дошло. Но к чему эта вся история? Потому что коллеги должны помогать коллегам. Нет, потому что никто на Западе, ни в Америке, ни в Европе, нет такой ситуации. Для них это нонсенс. У них есть профсоюзы. Они не могут это понять. Я тебе объясню. Это, наверное, единственная вещь, которой мы отличаемся от Запада и от Америки. Все остальное у нас то же самое. Все то, что я бы сказал. Я думаю, надо объяснить, что фонд работает с актерами не только известными пожилыми, но и с теми, кто не связан был с известностью, популярностью. Это очень важное дело, особенно если учесть, как обидно всем нам, вот как мы любим смотреть в некоторых телевизионных передачах, как плохо бывает известным артистам, как они изменились с того момента, как они стали популярными, и в кого они сейчас превратились. И вот для того, чтобы мы смотрели и видели, что они стали лучше, и живут они хорошо, потому что мы живем хорошо благодаря их фильмам, и их ролям, и их работе. Вот для этого и нужен... И успеть надо, ты знаешь, Вань, надо успеть. Потому что потом, как уходили кумиры, будет программа, или будут звонить, уходит человек из жизни, и вдруг обостряется пресса, все звонят, не дайте интервью, так дальше. Так устроена наша жизнь. А мы хотим успеть. Мы сделали эту премию фонда артист, первую премию, которая будет вот 5 ноября, для того, чтобы им сказать большое спасибо. Мы вас любим. Мы не просто вас любим и помним, мы для вас это делаем. Мы собираем средства, чтобы вам помочь. Будет премия, и 5 ноября выйдет на первом канале сериал исторический, который называется «Крик совы». В этом сериале Мария Миронова сыграла одну из главных ролей. Там же играет... Кто там еще играет? Андрей Мерзликин. Андрей Мерзликин и Сергей Пускипалис. Сергей Пускипалис. И много замечательных артистов. Замечательные артисты. Это все немножко ретро, да? Да. Хороший сериал. Режиссер Погодин. Снял его режиссер Погодин, который снял фильм «Дом». Смотрите этот сериал, помогайте всем пожилым людям, которых вы увидите. Вот найдите и помогите. И приходите на вручение премии артист. Спасибо. Мария Миронова сегодня была у нас. Спасибо. 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 Спасибо.